Вызвать эту душу и получить от нее информацию, ответ на какой-то вопрос, либо месседж. А некромантия, некромагия, это более широкое понятие, которое вообще предусматривает в целом работу с кладбищем и с миром мертвых. Но, мои дорогие, я хочу сегодня позвать реального эксперта и практика в некромантии и спиритизме. Это эксперт Центра эзотерики и психологии Проматэй Дмитрий Дульский. Уважаемый Дмитрий, я приглашаю вас к себе в студию. Приветствую вас, Дмитрий. Я для тебя подарок. Ой, огромное спасибо. Вот какой интересный подарок. Это календари, да, магические ваши? Да, на следующий год. Дмитрий Творец, он на следующий год, вот он создал календари уникальные. Также, я вижу у вас. Да, да, это тебе может пригодиться. Огромное спасибо. Можем оттуда пробовать. Это калода Таро Дмитрия Дульского, авторская классичная украинская Таро. Огромное вам спасибо, Дмитрий. И я попрошу своих помощников вывести на экран информационную справку о Дмитрии. Смотрим во вторую еще с камерой. Дмитрий Дульский, экстрасенс, самый известный черный маг-некромант Украины. Выступает в качестве эксперта на многих украинских телеканалах. Участник 13-го сезона битвы экстрасенсов в Украине. Серьезно начал увлекаться магией, когда попал в субкультуру металистов, сатанистов и готов. Главное, перейдя от обычной рук музыки к ритуалам. В возрасте примерно лет 13-ти. Имеет медицинское образование, а также специализируется на гадании с помощью рун и мертвой энергетики. Дорогой Дмитрий, я вам очень рад. И я знаю о вашей работе. Я знаю, насколько у вас огромный опыт в работе с некромагией и некромантией. И мне хотелось бы задать интересные, волнующие телезрители вопросы, связанные с этой темой. Итак, первый вопрос. Вот хотелось бы вашу точку зрения, есть разные, я вот телезрителям объяснял точки зрения, что происходит с душой человека, когда человек умирает? Ведь душа вечная. Я вообще сторонник разных теорий, даже вплоть до таких, как рекорнация. Она объясняет такой эффект, как деживю. Ведь откуда-то же особенно, ну даже не экстрасенс, любой человек, когда он маленький, у него часто бывает такое ощущение, что он был в том или ином месте. Но то, что душа не умирает, она проходит определенный путь, это факт. Теория рая, ну я не особо так уверен, что существует рай, это скорее больше всего легенда. Но то, что есть какие-то кармические моменты, есть то, что душа может вселиться в другого человека, может вернуться обратно, пройти еще один путь. Спасибо вам. Вы знаете, я скажу о том, что известный спиритизм Кардек, он говорил о том, что существует идея реинкарнации, перевоплощения. А вот вы как некромант, спиритист, как вы относитесь к идее реинкарнации? Я отношусь с большим уважением, многие мои знакомые вот даже ощущали себя в каких-то прошлых жизнях, кто-то был каким-то воином, кто-то вообще может рассказать какие-то страшные детали Второй мировой войны, причем в таких подробностях. И действительно, вот одна из моих коллег даже когда-то поехала в Германию и нашла могилу того человека, которого она видела в своих определенных видениях. Такая теория имеет право на существование. Есть же еще другая теория по поводу тоже связанной с реинкарнацией, что душа переселяется в другое тело, когда она что-то не успела закончить. У каждого из нас есть свое определенное предназначение, вот если мы не закончим ту или иную миссию, нас возвращают высшие силы обратно. Эта теория тоже имеет право на свое существование. Спасибо вам, спасибо. Вот я хотел бы, знаете, мне очень интересно вот эти карты ваши, что вы мне подарили, это ваша колода Таро. Вот знаете, Дмитрий, я, спасибо большое, вы были организовали даже эту презентацию, стал спиритическую систему, мистический путье или Таро-черта Любомира Богоявинского. Я верю в то, что есть рай и ад, и с помощью этих карт я могу вызывать души мертвых в этот мир на какие-то мгновения, чтобы они дали послание с тому света родственникам. А вот вы через ваши Таро или другие системы проводите спиритические сеансы или какая-то ваша методика есть для того, чтобы контактировать с мертвыми? Если брать мою колоду, то это просто обычная гадальная система, такие классические карты, они не предназначены для вызова мертвых. И у меня есть... Посреди стола положите, можете открыть даже, как хотите. У меня есть свои способы общения с мертвыми, но я непосредственно это делаю в местах захоронения мертвых. На кладбище, да? На кладбище. Конечно, то, что ты мне предлагаешь сейчас, вот эта доска, это мой первый опыт, я вот честно скажу, и мне очень интересно. Прекрасно, потому что мы с вами должны провести тогда спиритический сеанс. И я хочу объявить всем телезрителям, что у вас, мои дорогие телезрители, я хочу сказать вам, что у вас есть такой шанс поучаствовать в спиритическом сеансе. На столе все время у меня, как видите, лежит доска Уиджи. Это спиритическая доска для коммуникации с мертвыми. И она может показать какое-то послание, месседж с того света. Но для того, чтобы мне провести работу, мне нужен второй помощник. И вот видите, как опытный спиритист и некромант, он мне поможет. Поэтому, дорогие телезрители, значит, вы можете абсолютно безопасно прямо сейчас получить весточку с того света. Набирайте наши номера горячей линии. Плюс 38, 093, 264, 1777. Следующий номер, плюс 38, 098, 857, 857, 857, 81 на экране наши номера тоже высвечиваются. Я жду вашу ситуацию. Кто хочет безопасно пообщаться с душой близкого человека, того человека, который находится в вашем сердце, мы с Дмитрием проведем для вас спиритический сеанс с помощью доски Уэйджа. Я жду ваш звоночек, мои дорогие. А к Дмитрию я хочу обратиться и его спросить. Вот, Дмитрий, у вас огромный опыт работы с некромагией, с феррикизмом. И многие люди мечтают как-то хоть во сне увидеть умершего. Может, какой-то у вас есть совет для телезрителей. Как безопасно можно, если очень болит душа, увидеться с умершим хоть на одно мгновение, либо получить какую-то от него весточку? Знаешь, Любомир меня, кстати, вот наоборот обращается с такими моментами. Мы же знаем, что до года даже нельзя ставить памятник, и душа в принципе не уходит. И многих моих клиентов, наоборот, пугает, что они вот как раз ощущают рядом мертвых. Спасибо большое. Я понимаю вас. У нас звоночек, да? Алло. Так, первую камеру смотрим. Да, здравствуйте. Вы прямо на эфире. С вами Любомир и Дмитрий. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я слушаю. Мне 40 лет. У меня проблема такая. Жена умерла. Вот. И она мне постоянно снится. Чему бы это? А как давно она умерла, и как ее звали? Как ее зовут? Как? Умерла где-то 5 лет назад. 5 лет назад прошло. И как часто она вот вас снится вам? Ну, вот постоянно, знаете. Не то, что там раз или два. А так вот, периодически постоянно снится. Так. И какое крещеное имя? Как ее крестили? Вы не знаете ее имя, да? Вот. Или вы не знаете точно, ее крестили этим именем? Нет, не знаю. Значит, и зовут ее? Еще разочек имя. Алло. Да-да, слушаю. Как зовут ее, скажите, пожалуйста, еще разочек. Марина. Марина. Значит, тогда сейчас мы с Дмитрием проведем спиритический сеанс, с вашего позволения. Это очень непростая работа. Для начала, вот, да, мы ложим сейчас вот так, значит, доска выше. И мы с Дмитрием даем сейчас сигнал высшим силам. Мы берем свою руку, вот, ложим так, и я начинаю читать заклинание открытия портала. Значит, пожалуйста, еще разочек, назовите мне имя, извиняюсь. Марина. 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 Силы земные, силы небесные, силы мира мертвых, именем Адонайи, Всевышнего Отца. Пусть в сей миг отворится портал доски Увы-Джи. Душа Марины, мы призываем тебя, приди в сей мир и говори с нами через доски Увы-Джи. Пусть законы смерти сейчас через ключи соломоновые отпустят душу Марины. Душа Марины, здесь ли ты? Я ощущаю ее энергию. И она как вот уже здесь, не за него ощущаете, как дрожит, да? Значит, сейчас мы очень плавно, ну, конечно, кто-то может думать, что мы сами водим рукой, но мы сейчас будем, вот оно как ощущение, мы сейчас будем вначале спрашивать, здесь ли душа, потому что если да, то она здесь, если нет, то это может быть какой-то другой дух. Марина, ты с нами здесь? Так, я ощущаю движение, то есть как будто бы кто-то нашу руку, значит, так, так, кто-то как ведет. В сторону, да, да, в сторону, да, идет. Марина здесь. Марина, я ощущаю, что вашему мужу очень тяжело, его голос, вибрации, наркотические говорят. Пожалуйста, скажите ему, что вы хотите сказать. Я ощущаю, что он вас очень любил и любит. Пожалуйста, дайте нам месседж, послание. Мы здесь, как медиумы с Дмитрием, хотим выполнить вашу волю, чтобы вы дали информацию, важную для вашего мужа. Я ощущаю, вот как сейчас идет движение. Так, идет движение. Оно медленно получается, но ведет. Мы будем сейчас смотреть по бокам, это не просто, но мы концентрируемся. Так, тянет, ведет, ведет. Так. П. П, буква П. Ощущение здесь вот такое стабильное, как руку кто-то будет держать. Вот сейчас рука как немеет у меня. У вас тоже, Дмитрий? Такой немного холод. Холод, идет холод, мне даже какие-то мурашки идут по теле. И как будто бы рука анимела, и вот что-то ведет ее. Ведет. Р. П. Р. Так, смотрим мы дальше. Даже покалывание идет сейчас такое. И. П. Ри. При. В. Прив. Прив. Привет. 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 Это слово привет. Привет. Смотрим. Смотрим дальше. Как ведет. Идет руку. Привет. Лю. Лю. Так, вы знаете. У меня как Б. Я вот сейчас здесь все. Марина, я хочу спросить. Привет любимый. Вы это хотите сказать? Скажите нам да или нет. Потому что у нас очень мало времени. Простите, вот. Да. Привет любимый она передает. Марина. А я уже думал привет любомир. Тогда давайте, чтобы будем. Вот. Вы выходите со мной сейчас телепатически, энергетически на связь. И вы давайте нам какие-то первые буквы. И подсказывайте мне. Если это так, то говорите да. Если нет, то нет. Чтобы у нас просто мало эфирного времени. Так. Я жду вашу новую информацию. Так, так, так. Так, так, так. Сейчас. М. М. МН идет. Марина, вы хотите сказать, что мне, мне, да, она говорит. Это идет информация. Значит, она говорит, что привет любимый, мне, мне, сейчас, сейчас. Дайте нам, пожалуйста, подскажите, Марина, что вы хотите сказать еще? Мне там, 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 хорошо, хорошо, Марина, скажите, пожалуйста, это так, да или нет? Да, мне там, хорошо, да, мне там, хорошо, дайте новую информацию, Марина, что, что вы хотите сказать? Много идет информации, сейчас такой поток идет. Так, мне там, хорошо. Хорошо, р, а, с, т. Расти. У нас очень мало времени, Марина. Марина, вы знаете, пожалуйста, дайте мне еще информацию через гейтеру черта, потому что нужно больше времени. Какую информацию? Сейчас я раскину, да, Марина? Дайте краткую информацию вашему мужу, у нас малое, прошу прощения. Значит, так, прямо здесь. Так. 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 Смотрите, что она хочет сказать, она хочет сказать, чтобы вы растили, парни идут, это дети, наверное, вот скажите, у вас есть дети, сыновья? Ну да, конечно. Расти наших детей, она говорит, расти наших детей, значит, дальше, она боится, переживает, чтобы вы не болели, и говорит о том, что у вас, значит, так, у вас, сейчас я просматриваю, смотрите, у вас будет новая женщина, она говорит, и чтобы вы не боялись, это не будет измена. Вот не бойтесь, у вас будет новая женщина, будет новая семья, и ваша судьба, поверьте, она продолжается дальше. И когда вы будете вот эта карта отходить, умирать, она обязательно придет в вас и встретит возле смертного адра. Вам просто нужно ее отпустить. Вы сейчас в этой некроэнергии закрыли ваш путь, ваш век будет очень долгим, вот эта карта четко показывает, невероятно, 99. Возможно, 99 лет даже проживете, очень долгий, и век у вас будет счастливый. Я буду за вас молиться, обязательно запишитесь к нам с дмитрием на термин. Мы можем еще для вас провести индивидуально спиритический сеанс через доску Уиджи, но на это может потребоваться минут 30-40. Будьте благословенны, я буду за вас молиться, а я завершаю наш спиритический сеанс. Ключи мироздания, ключи смерти, ключи Санта Муэрте, затворите портал доски Уиджи, душа умершей Марины, иди во царствие мертвых, там, где ты есть, там, где к тебе уготован путь. И дозотворятся сии врата, покойся с миром, Марина. Аминь, аминь, аминь. На этом наш спиритический сеанс завершен. Дмитрий, какие были ощущения у вас во время? Ты знаешь, достаточно интересная доска, я много о ней слышал, но как-то, ну вот, если бы не ты, я реально... Это просто, поймите, что телезрители, вы можете это, вот, сомневаться даже в чем-то, но это просто неописуемо не передать, когда она рука жмет и уводит по этой доске. К сожалению, время нашей передачи не позволяет нам это очень долго, мы чувствуем это, но я всегда с вами на связи, наши мастера на связи. Запишитесь прямо сейчас в телефоны, плюс 38, 093, 264, 1777, и второй телефон, плюс 38, 098, 857, 3081. Мои родные, если у вас болит душа, если у вас кто-то, Боже упаси, умер, не бойтесь, стучите, звоните ко мне, к Дмитрию, и мы, к другим мастерам, и мы обязательно проведем спиритический сеанс для вас. Пожалуйста, Дмитрий, наш эфир заканчивается, скажите пару слов телезрителям. Я хочу сказать, что вот этот звонок, это в общем-то стандартный, ну классический, я бы даже сказал, звонок, классическая проблема, с которой обращается к некроманту. И в принципе тут хорошо, что человек позвонил, позвонил в этот центр, не побоялся, потому что обычно люди сидят, замыкаются в себе, и таким образом они же на самом деле не отпускают своих близких. Человек после смерти, он все-таки должен уйти куда-то в Чистилище, в другой мир, а не находиться рядом. Я призываю всех жить, и говорю, чтобы вы все знали, что жизнь после смерти существует, и наша передача тому свидетельства, душа человеческая бессмертна. А наш эфир подходит к завершению всего хорошего. Я буду молиться за вас. Субтитры создавал DimaTorzok